Здравствуйте! Это новости на Дону в студии Дарья Шулик. Смотрите в этом выпуске. Первая победа года. В Оливаях и Кисты Ростова обыграли курганских юниоров, забросив решающую шайбу за пять минут до конца матча. Первая рабочая неделя – первые морозы. Дни до воскресенья, по прогнозам синоптиков, пройдут со знаком «минус» на термометрах. Временный пластиковый водовод длиной почти 300 метров устанавливают сегодня специалисты, чтобы наладить подачу воды в Белой Калитве. Коммунальная авария произошла 6 января. Порвало Дюкер – напорный участок водопровода диаметром 325 мм, проходящий под рекой Северский Донец. Место порыва в 8 метрах от берега на глубине 2 метров. Без воды остались жители микрорайона Заречный. Это 47 многоквартирных домов и 5 социальных объектов. На помощь коммунальщикам привлекли спасателей, водолазов и военных. Чтобы восстановить поврежденный участок, военные навели временную понтонную переправу. По ней специалисты могут ближе подойти к месту аварии и доставить оборудование. Мы выполняем свои привычные действия, свои привычные мероприятия. То есть наведение и сборка взводных паромов. Обеспечение переправы войск. С вечера 7 января в Белой Калитве введен режим ЧС. На сегодня все социальные объекты питьевой и технической водой обеспечены. Пока чинят трубопровод, воду к жилым домам подводят цистернами. Вот за это спасибо. Быстро и много машин на доречном. Не то, что раньше мы толпились у одной машины, и маленькая машина была, и толпились чуть ли не со всего микрорайона. А сейчас вообще чуть ли не у каждого дома машина. Поэтому очень быстро, удобно. Временный водовод проложат сегодня до вечера. Сутки его будут хлорировать, поэтому водоснабжение нормализуется с 11 января. А дальше под рекой будет проложен резервный водопровод методом прокола. На это уйдет около месяца. Василий Голубев поручил проверить техническое состояние всех подобных водоводов по области. У нас есть анализ по дюкерам, которые также не имеют резервных водопроводов. Мы сейчас сделаем доп. анализ по всей области и дадим соответствующие предложения губернатору на ближайшие несколько лет, для того, где надо разработать проектную документацию, где выполнить строительно-монтажные работы, чтобы мы с учетом планов, с учетом действующего состояния сетей водоснабжения на перспективу сработали, чтобы данные ситуации не повторились. Теплоснабжение микрорайона не нарушено. Котельная работает со своими резервуарами. Мария Филинкова, Дон-24, Белая Калитва. Если не считать коммунальной аварии в Белой Калитве, новогодние праздники на Дону прошли без крупных чрезвычайных происшествий. Такие данные приводит областное управление МЧС. С 25 декабря все службы, отвечающие за безопасность людей, были переведены в режим повышенной готовности. В предновогодний день по области случилось 8 пожаров. Один человек погиб в Каменске-Шахтинском. 1 января в регионе зафиксировано 9 возгораний, погибших двое, оба в Таганроге. Непосредственно в новогоднюю ночь 4 пожара жертв не принесли. Травмы различной степени тяжести получили 3 человека. Основные причины пожаров – перегрузка электропроводки и неосторожное обращение с огнем. Режим повышенной готовности спасателей будет действовать до утра 10 января. Управление МВД по области сообщает, что в новогоднюю ночь и первые дни 2018-го серьезных преступлений не было. Основные нарушения правопорядка – бытовые конфликты, мелкие кражи и употребление наркотиков. В Новый год россияне, как обычно, входят с новыми законами. Самый, пожалуй, заметный – появление государственного пособия на первого ребенка. Размер его зависит от прожиточного минимума ребенка в конкретном регионе. На Дону родители первенства. Первенца смогут получать по 10 500 рублей в месяц в течение полутора лет, если месячный доход семьи из трех человек не превышает 47 800 рублей. Для оформления пособия нужно обратиться в органы соцзащиты или МФЦ. Пролен до 2021 года закон о материнском капитале. Причем теперь деньги из него можно будет получать ежемесячно. Размер выплаты и условия такие же, как для пособия на первенца. МРОД с 1 января подрос и теперь это 9 489 рублей. Мессенджерам запрещено работать с анонимами. Это сделано в первую очередь для повышения террористической безопасности. Идентифицировать клиентов будут по абонентскому телефонному номеру на основании договора мессенджера и оператора связи. За неисполнение закона штрафы до миллиона рублей. В среднем на 445 рублей выросла с 1 января страховая пенсия неработающих пенсионеров. Размер новогодней индексации 3,7% выше показателя прогнозируемой инфляции, подчеркивает Пенсионный фонд, рассказывая о планах на 2018. Таким образом, теперь средняя пенсия по старости для неработающих граждан 12 977 рублей. Стоимость пенсионного балла 81 рубль 49 копеек. Социальные пенсии вырастут с 1 апреля на 4,1%. В августе Пенсионный фонд скорректирует страховые пенсии работающих пенсионеров, а ежемесячную выплату федеральным льготникам проиндексируют 1 февраля на 3,2%. Чтобы возить болельщиков к Ростов-Арене во время чемпионата мира по футболу такси нужно аккредитовать. И только машины, прошедшие эту процедуру, смогут въезжать в зону на левом берегу Дона, вокруг нового стадиона, предупреждают в областном правительстве. Чтобы успешно пройти аккредитацию, машины компании-перевозчика должны быть белого или желтого цвета. В них обязательный кондиционер или система климат-контроля, а также возможность принимать оплату без налог. Экологический класс автомобилей не ниже четвертого. У фирмы должен быть интернет-сайт или мобильное приложение, а диспетчеры способны общаться с клиентами по-английски. Аккредитацию проведут с февраля по май. Процедура эта бесплатная. Покрасочный цех завода «Сальск-Сельмаш» после реконструкции готовят к показу губернатору. В цеху установлено современное оборудование с автоматизированной системой управления. Производимую на заводе сельскохозяйственную и коммунальную технику теперь красят безвредной порошковой краской. Условия труда отменились очень колоссально. Люди, которые здесь работают, на них не оказываются вредные воздействия. Они не вдыхают у краски, которая раньше была у нас. Порошок, он безвреден. Учительное покрытие обеспечивает камера полимеризации. Сушит технику полтора-два часа при температуре 250 градусов. «Сальск-Сельмаш» работает без остановок круглый год. И вообще за свою 83-летнюю историю завод не останавливался ни разу. Это одна из самых современных линий в нашей стране. Оборудование мы покупали в лизинге и собственные средства предприятия и учредители предприятия. Далее руководство завода планирует реконструкцию цеха механической обработки деталей. Исландия в центре обороны и теперь и в центре нападения. Футбольный Ростов подписал второго игрока из этой северной страны. Рождественским приобретением стал форвард сборной Исландии Бьерн Сигурдерсон. В прошлом сезоне 26-летний футболист играл в Норвегии за клуб Мельде и забил 16 голов в 27 матчах. Что помогло клубу занять второе место в чемпионате страны. В сборной Исландии у Сигурдерсона пока один гол в девяти играх. И вполне возможно новичок Ростова забьет на чемпионате мира, причем в нашем городе. Исландцы встретятся на Ростов-арене с хорватами 26 июня. Мощный и в то же время техничный форвард ростом 186 сантиметров, хорош и в верховой игре и ударами с обеих ног. Контракт Бьерна Сигурдерсона подписан на 3,5 года с возможностью продления на год. «Я счастлив оказаться в Ростове», – заявил исландец. Из нескольких предложений выбрал это, поскольку понравились планы развития клуба и задачи на ближайшие годы. Болельщикам новичок пообещал сделать все для красивой и победной игры. Есть изменения и в тренерских рядах футбольного Ростова. Главному тренеру Валерию Карпину будет помогать культовая для ростовского футбола фигура Александр Маслов. Он назначен старшим тренером основного состава и переместится на этот пост с поста старшего тренера молодежки. Также в штабе Карпина тренер-вратарей Александр Гутеев и три испанца – тренер по физподготовке, аналитик и физиотерапевт. Молодежкой будет руководить еще один любимый ростовскими болельщиками футболист Михаил Осинов. Первыми из спортивных донских команд год начали хоккеисты. Для разминки после новогодней паузы к Ростову приехал один из аутсайдеров – первенство ВХЛ Курганский юниор. Но первая встреча получилась далеко не разминочной. Хозяевам дважды пришлось отыгрываться. Ростов мог уже на исходе второй минуты. Прохоров перехватил шайбу в своей зоне, убежал к воротам соперника и хлестко бросил мимо вратаря. Но того подстраховала Перекладина. В середине периода Микинин послал в нокдаун бросавшегося на наших игроков юниор, и судья оформил обоюдное удаление. Формат 4 на 4 оказался удобнее курганцам. Они как будто играли в большинстве. И несколькими бросками отправили шайбу в угол. Отыграться Ростов смог только в середине второго периода. Быстрая контратака, и Чистяков ювелирно попадает в ближний верхний угол. В начале третьего периода ростовчане провели опасную атаку. Вратарь дважды спасал соперников, и тут же юниоры убежали к нашим воротам. Форвард убрал финтом защитника и снова вывел свою команду вперед. 2-1. И все же хозяева успели спасти матч. Потеря в чужой зоне, тут же перехват, и Владислав Туник буквально заталкивает шайбу в ворота. А за пять минут до финальной сирены все тот же Туник забил победный гол сразу после выигранного вбрасывания. Юниоры бились до последнего. Последнюю минуту играли без вратаря, но Ростов счет удержал. Волевая победа 3-2. Мария Филинкова, Дон-24, Ростов-на-Дону. Так и прошли новогодние рождественские каникулы без снега и даже легкого мороза. Первые минусы зима приготовила на первой рабочей неделе 2018-го. По прогнозам гидрометцентра, сегодняшнего дня ночами в Донской столице до минус 4, а в воскресенье все минус 7. И даже днем столбики термометров будут держаться на градус другой ниже нуля, а на выходных подморозят до невероятных 5 градусов. Правда, полноценной зимы все равно не предвидится. Снежных осадков синоптики не обещают. Это все новости к этой минуте. Смотрите следующий выпуск в 18.30. В студии была Дарья Шулик. До встречи. Одежда ведущим предоставлена магазином женской одежды премиум класса «Лусио».